Дороги из села А и Б сходятся у развилки С. Смотри рисунок. Дорога из села А до развилки образуется дорогой из села А в село Б угол 30 градусов. А дорога из села Б до развилки образуется дорогой из села Б в село А угол 70 градусов. Одновременно из села А в направлении развилки выехал автомобиль со скоростью 90 км в час. А из села Б автобус со скоростью 60 км в час. Автомобиль или автобус первым доедет до развилки. Для начала перерисуем рисунок, запишем данное. Угол БАЦ равен 30 градусов. Угол АБЦ 70 градусов. Скорость тачки равна 90 км в час. Скорость автобуса 60 км в час. Кто приедет до точки С первой? Для решения данной задачи нам необходима теорема синуса. Соотношения сторон треугольника на синус против лежащий им углов равны. А именно, сторона А так относится к синусу против лежащей для нее угла на синус угла Альфа. Как сторона Б относится к синусу против лежащей для нее угла на синус угла БНТА. Все это равняется стороне С, деленной на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла гамма. И все это равняется двум радиусам описанной окружности вокруг этого треугольника. Также нам необходима формула для пути. Путь S будет равен произведению скорости на время. Эти формулы необходимо знать. Рассмотрим треугольник ABC и найдем третий угол. Для этого воспользуемся свойством треугольника. Сумма углов треугольника равна 180 градусов. Тогда у нас получается, что угол А плюс угол В плюс угол С в сумме дают 180 градусов. Выразим отсюда угол С. Угол С будет равен 180 градусов минус угол В минус угол А. Подставим сюда наши данные. Получается 180 градусов минус угол В. Угол В по условию равен 70 градусов. И минус угол А. Угол А равен 30 градусов. Посчитав, мы получим, что угол С будет равен 100 градусов. Посчитав, мы получим, что угол С будет равен 80 градусов. Рассмотрим стороны треугольника АВС Сторона АВ будет равняться произведению скорости нашего автомобиля В тачке умножить на время движения, на время Т1 Скорость тачки по условию нам известна Это 90 км в час Умножаем на время Т1 Рассмотрим сторону ВС Сторона ВС будет равняться Скорость автомобиля умножить на время движения Т2 Скорость автомобиля нам известна Это 90 км в час И все это умножается на время Т2 И последняя сторона Это сторона АС Сторона АС Это скорость автобуса умножить на время движения нашего автобуса Преобразовав мы получим Скорость автобуса по условию равна 60 км в час И все это умножить на время движения автобуса Теперь рассмотрим треугольник АВС И напишем теорему синуса Соотношение стороны АВ Знаменатель синус против лежащей длины угла на синус угла С. Будет равняться стороне АС знаменатель синус, противлежащий для нее угла на синус угла В. И все это равняется стороне ВС знаменатель синус, противлежащий для нее угла на синус угла А. Теперь подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается вместо стороны АВ мы пишем 90 умноженное на Т1 знаменатель синус угла С. Синус угла С мы ранее нашли. Это синус 80 градусов. Все это равняется стороне АС. Сторону АС мы написали как 60 умноженное на время движения нашего автобуса. Знаменатель синус угла В. Синус угла В это синус 70 градусов. Все это равняется стороне ВС. Сторона ВС это 90 умножить на время Т2. Знаменатель синус угла А. Это синус 30 градусов. Воспользуемся выражением под номером 1. И выразим оттуда время движения автомобиля по дороге АВ. Тогда время движения Т1 будет равняться 60 умножить на Т автобуса. И все это умножить на синус 80. Знаменатель 90 умноженное на синус 70. Заметим что мы можем сократить 60 и 90 на 30. И тогда мы получаем числитель 2 умноженное на Т автобуса. Все это умножается на синус 80 градусов. И знаменатель 3 умножить на синус 70 градусов. Синус 80 по таблице Брадисона или через калькулятор будет равняться 984. Синус 70 по таблице Брадисона или через калькулятор будет равняться 939. Тогда посчитав мы получаем что время движения Т1 будет равняться примерно 0,7 Т автобуса. Воспользуемся выражением под номером 2. И повторим ту же операцию. Выразим время движения Т2. Тогда оттуда у нас получается, что время движения Т2 будет равняться 60 Т автобуса умножить на синус 30 градусов. Знаменатель 90 умножить на синус 70 градусов. Сократим 90 и 60. И тогда мы получаем 2 умноженное на Т автобуса. Все это умножается на синус 30 градусов. Знаменатель 3 умноженное на синус 70. Синус 30 это табличная величина. Она равна 0,5. Синус 70 мы ранее уже получали. Это 939 тысячных. Тогда посчитав мы получим что время движения Т2 будет равняться 0,35 Т автобуса. Рассмотрим время движения автомобиля. Время движения автомобиля Т-тачки будет равняться сумме времен Т1 плюс время Т2. Время Т1 мы посчитали. Это 0,7 Т автобуса. Время движения Т2 мы также ранее посчитали. Это 0,35 Т автобуса. Сложив мы получим что время движения автомобиля Т-тачки будет равняться 1,05 Т автобуса. Отсюда мы можем сделать следующий вывод. Что время движения автомобиля больше чем время движения автобуса. Запишем ответ. Автобус придет первым. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. ste Que ест по-другому наvos. ... ... ...